В ближайшие несколько минут поговорим о самомассаже. У нас в гостях мастер классического японского массажа, терапевт мягкой мануальной терапии Юмейхо Дмитрий Варзегов. Здравствуйте, Дмитрий. Доброе утро. Здравствуйте. Я правильно сказал слово Юмейхо? Юмейхо. Юмейхо. Это тоже японское термин? Ну да, три японских иероглифа. Итак, перейдем к самомассажу. Здесь японские техники нам в чем-то помогают вообще или нет? Ну на самом деле скорее нет, мы сегодня будем так, чем проще, тем лучше. Вот, а японское уже сложнее, да? Ну чуть-чуть затронем эту тему тоже. Как понять в принципе, что тебе требуется самомассаж? Шея затекла, спина болит? Как? Ну самомассаж это же, как это сказать, это инициатива человека. Обязательное мероприятие по поддержанию здоровья. Как вы чистите зубы, ходите там, я не знаю, к парикмахеру, занимаетесь физкультурой. Ну такая еще очень приятная процедура, которая улучшит качество вашей жизни. Да, ну у некоторых офисных работников при долгом сидении на рабочем месте, самомассаж, он возникает как-то сам по себе. Они тянутся рукой к терапециевидным мышцам, да, вот так вот делают, такие... Ой, хорошо. Вот как бы нам им расширить их кругозор и показать еще несколько каких-то техник? Ну, на самом деле, тут более важно понимать вообще принцип, как работает массаж. Не обязательно даже какие-то хитрые приемы выполнять. То есть есть определенная методология, она известна, вот. И необходимо просто учитывать, ну, кое-какие детали, скажем так, которые могут помочь улучшить ваше самочувствие. Ну, краткий экскурс в теорию. То есть у нас состояние нашей лимфатической системы, наших лимфатических узлов очень сильно влияет на вообще движение крови нашей в организме. И вот эти самые застой, которые у нас постоянно болят, то-тун, то-сян, они чаще всего происходят на фоне лимфатических застоев. Вот. У нас есть лимфатические узлы, ну, самые, скажем так, известные, да, пробежимся по ним. Это надключичные и подключичные лимфатические узлы. Мы уже начинаем массаж. Не надо трогать, Лера. Ладно. Подожди. Все, все, все. Может, нельзя еще? Нет, все можно. Мы можем уже начинать. Все, трогай. Это безопасно. Вот. Наиболее стратегически важным лимфатическим узлом у нас является надключичный лимфатический узел левого угла ключевого пояса. Мы надключиться и подключиться ставим пальчики. Вот так вот. Угу. И совершаем такие мягкие помпажные движения прокачивающие. Пальчики прилегают очень плотно. Мы не расковыриваем там ничего, очень активно. Делаем все очень аккуратно. То есть, смотрите, вот ключица, косточка, да, пальчик снизу, пальчик сверху. И мы вот так вот надавливаем. Ну, число надавливания можно делать порядка 30. Вы должны что-то чувствовать в этот момент? Вы должны чувствовать расслабление. Как бы ощущения должны быть приятные, да. Но если у вас, ну, большое количество каких-то накопленных напряжений, конечно же, может быть дискомфорт. Это абсолютно нормально. И это будет являться, скажем так, диагностической точкой для того, чтобы выявить проблему. Пока что дискомфорт только в том, что рука затекает. Ну, надо иметь кое-какую привычку для совершения такого массажа. Потому что сразу может что-то не получаться, что-то быть не совсем комфортным. Сначала займись рукой. Потренируй ее. Сау-массаж для руки. Можно прекрасно заниматься и рукой. Вот есть такое упражнение очень интересное. Я его называю открывашка. То есть это вот такое вот проворачивающее движение. То есть мы берем ручку, берем вторую руку и вот с таким вот небольшим надавливаем смещаем ткани. Вот так вот вы можете подготовить свою руку для того, чтобы прокатиться. Вы каждый день с помощью крапивы делали, оказывается, упражнение очень даже полезное. Сами этого не зная. Да, и это замечательно и прекрасно. Вы вот это упражнение можете применять точно так же и на шею. То есть мы вот эту галочку накладываем на боковую поверхность. И совершаем такие полувращательные смещающие движения шеи. Поднимаясь достаточно высоко до основания черепа и спускаясь вдоль шеи до основания вашей шеи, соответственно. Меняем руку. Повторяем это упражнение. Это помогает, наверное, кислороду больше? Ну, конечно. Улучшение кровотока, осуществление мозга кислородом. Ну, и вообще снятие, скажем так, этих неприятных ощущений в шее. Такой массаж, естественно, не может заменить вам работу мастера, да. Но какая-то такая моментальная помощь при дискомфорте, конечно, будет оказана. Можно себе навредить самомассажу? Как-то переусердствовать. Конечно, можно. Давайте покажем. Я не буду. Но это очень маловероятно. Надо знать перечень кое-каких противопоказаний вообще для массажа. Это можно сейчас проверить, окей, гугл, да. Но чаще всего, ну, конечно же, это травмы, открытые раны, инфекционные грибковые заболевания. Ну, повышенное артериальное давление в моменте, хотя массаж помогает его снимать. Вот. Ну, и что еще? Ну, и некоторые заболевания крови, такие как гемифолия. То есть, если у вас нарушение свертываемости крови, как раз те самые травмы могут привести к негативным последствиям. Понятно, что до спины мы особо не дотянемся, да. Вот с рукой, с шеей понятно. Ну, и с ногой мы также можем поработать. То есть, проворачивающиеся все-таки движения достаточно просто, ну, так немножко прослабить себе икры. Что касаемо спины, да, у нас еще есть, ну, ключевой пояс, ну, то, что чаще всего у нас устает. Вот. Вот. Очень классный есть прием, помимо разминания, там, растирания, это постукивание. Вы можете со мной, кстати, повторить его. Это тоже очень... Да, это тоже очень просто. Кстати, этот метод практически японский, но в основном китайский. То есть, мы берем и прохлапываем, меняем ручку. Мы поднимаемся от кончика пальца вверх, а здесь начинаем от плеча и продолжаем. А, то есть, вот такой круг у нас получается. Да, да, да. А мы еще можем себя проработать с передней и задней поверхности тела вот такими вот шлипочками. Прям можно прижигать. Еще надо при этом говорить, ааа, хорошо! Хорошо! Да, и то, что касаемо, допустим, проблем с поясницей, раз уж мы уже стоим, мы можем с вами точно так же немножко отвести лимфу, паховым лимфоузлам. Вот, казалось бы, вот такие вот расслабленные поглаживания очень классно работают. Поэтому не стесняйтесь, это для здоровья. Ну, не стесняйся, Антон! Так что... Все, что для здоровья, это вообще не стеснительность. Обязательно нужно уделять себе внимание. Вот. Ну, также основание, скажем так, поясницы, грудопоясничный отдел. Вы тоже немножечко можете как бы простучать к себе. О, крыжу нащупал. Ага. Ну, надеюсь, она не сильно торчит. Потому что если сильно, то, пожалуй, массаж не стоит делать. Кружку можно поставить. Как на полку. Так, еще... Я спорю сейчас принесу тогда. Маленький лайфхак. В китайской медицине у нас есть универсальная точка, скажем так, хэгун. Это рефлекторное воздействие на наши внутренние органы и системы. Она находится между большим указательным пальцем, ровно посередине. Ага, вот она. Так, главное, ни другую никакую не включить. Ну, скажем так, мы с вами работаем. Такие должны быть ощущения. Не очень приятно, да? Да. А я не нашла, видимо. Вам надо на массаж. Ой! Вот она. Зачем так давить? Да я чуть-чуть надавил. Так, ну да, неприятно, да. Ты чувствуешь, как меняется твоя жизнь? Нет. Нет, не чувствуешь? Нет, еще. Проверь баланс на своей карте. Может быть, там уже прошел кэш, да? Да. Ну, а посредственно, наверное, тоже может как-то повлиять на вашу успешность в карьере. Конечно, это точка. Но я не буду утверждать, что это так. Ну, и немножечко еще, наверное, поговорим об эстетике, да? То есть с утра встаем, отеки под глазами, да? Опять же, давайте вспомним о том, что у нас есть организованная лимфатическая система периферическая, да? То есть с утра проснулись, отведем немножечко лимфу. Кладем пальчики вдоль носа, вдоль ушных лимфоузлов, вдоль шеи, спускаем вниз. У меня там микрофон немножко мешает, поэтому я буду делать фолсилу, а вы старайтесь. А я не могу, потому что у меня макияж. Поехали, поехали. Ручки складываем вот таким вот образом, и достаточно плотно прилегая, мы спускаем лимфу вниз. Вот такая вот штука. Лимфа внизу. Лимфа пошла. От второго подбородка поможет избавиться? От второго подбородка немножко другое упражнение может помочь избавиться. Мы можем подвигать немножко трахею. Так. Установить пальчики вот с такими вот защипами в основание подбородка. И, скажем так, немножечко подвигать ткани. Спасибо, Лера, я вот стеснялся спросить сам. Вот ты вот очень помогла. Ну а для особо, скажем так, заинтересованных в исправлении второго подбородка, есть, конечно, приемчики покруче. То есть мы можем погонять складку снизу. Можем даже вот с такими щипками. Это сокращает кожный лоскут. Тоже замечательно. Но это уже отдельная большая история и большая тема. Дмитрий, спасибо большое. Спасибо большое. Занимайтесь самым массажем. Вы стараетесь не навредить себе, а сделать только лучше. Вот такие нехитрые упражнения.